Здравствуйте на ТНТ События дня. О самых важных и интересных новостях в Вологде расскажу вам я, Мария Суворова. И сегодня в программе. Первая машина с гуманитарной помощью прибыла в Великий Устюг из областной столицы. 700 тонн мусора вывезено с улиц Вологды с начала мобилизации по уборке, объявленной главой города Евгением Шулеповым. Более 700 гектаров будут обработаны в Вологде от клещей. Сегодня в Великий Устюг из Вологды прибыла первая машина с гуманитарной помощью. Это продукты, вода, вещи и резиновые сапоги. То, что в первую очередь требуется людям, пострадавшим от наводнения. Помощь предоставил вологодский бизнес. В последние годы паводок отправилась еще одна фура с питьевой водой. Продолжается и сбор продуктов в городских пунктах приема. Как в Вологжане откликнулись на просьбу о помощи, расскажем далее. Это кадры ночной съемки. В машине почти 10 тысяч пачек чая. Более 4 тонн макарон, печенье, 1000 банок сгущенки, рыбных консервов, тушенки. 4 тонны хлеба, почти 300 пар резиновых сапог и бродней. И несколько мешков теплой одежды. 12-тонную фуру грузили целый день. Представители бизнеса областной столицы активно подключились к сбору гуманитарной помощи для жителей Великого Устюгского района. Мы хотим помочь Великому Устюгу. Привезли самое необходимое – сахар, чай, макароны, консервы. Просто бродни, просто для тех людей, которые будут перевозить на лодках или кому-то обеспечить резиновые обуви. Процесс сбора гуманитарной помощи объявил и лично организовал глава Вологды Евгений Шулепов. Именно он возглавляет штаб помощи жителям Великого Устюга. И вот сегодня утром машина прибыла на место. Продукты разгрузили и начали раздавать людям. Вологжане еще раз подтвердили – чужой беды не бывает. Вологжане очень трогательно к этому отнеслись. Бизнес тоже активно отвлекнулся на мой призыв. И сегодня, вот видите, подвозят и большими машинами, и газелями, и на джипах подвозят. Каждые два часа мне кладут сводку на стол. Я уже дважды говорил сегодня с главой города. К счастью, вода падает. И действительно, после авиаударов уровень воды в районе начинает постепенно снижаться. От 20 до 40 сантиметров в час. Но все равно в зоне подтопления еще находится около 6 тысяч человек. В Великому Устюге отключен от электроснабжения 231 дом. Остановлена работа трех компрессорно-насосных станций. Начинают работать полевые кухни. Чтобы организовать горячее питание, остро требуется вода. Потому, вслед за первой фурой сегодня отправилась вторая. В ней около 4 тонн питьевой воды, разлитой в 5-литровые бутылки. Тара удобная для употребления. В Великом Устюге складывается и экологическая ситуация. Не достаточно благоприятная. Поэтому снабжение питьевой водой жителей города Великий Устюг, мы считаем это одно из основных приоритетных направлений. То, что необходимо на сегодняшний день делать. Кроме того, в Великий Устюг отправились три машины повышенной проходимости. Ведь из-за палатка размыло дороги к некоторым населенным пунктам. Проехать туда почти невозможно. Поэтому такая техника будет доставлять грузы в труднодоступные районы. В четверг отправится еще одна машина с продовольствием и вещами. Уже сейчас она постепенно наполняется. В областной столице работают 7 пунктов приема помощи. В подразделениях центра по работе с населением их адреса увидите на экранах. И в региональном отделении Российского союза спасателей. На Козленской – 45. Необходимы резиновые сапоги, бродни, тушенка, рыбные консервы, сухари, сгущенное молоко, чай, сахар. Мария Суворова, Юлия Савинцева, Егор Канавин, Мария Базеева, Михаил Протасов, Максим Тушковец. События дня. В дополнение к теме формирования аварийно-восстановительных бригад, которые отправятся в Великий Устюг, уже началось в областной столице. Решение принято главой Вологды Евгением Шулеповым. В составе бригад – представители городских коммунальных служб, управляющих компанией, предприятий Вологды. Также будет отправлена техника, необходимая для ремонта поврежденных поводком объектов. Это две машины для откачки жидких бытовых отходов и машина для промывки коммуникаций. Два автомобиля КАМАЗ с повышенной проходимостью и бензиновые помпы. Отдельно формируют бригады волонтеров. Они отправятся в Великий Устюг, когда вода спадет. О своем желании вступить в ряды добровольцев заявили уже 20 человек. Волонтеры городские, которые будут помогать, тоже желающие принять участие в ликвидации последствий поводка. Будет техника собрана, которая откачивает воду, которая восстанавливает аварийные машины. И будут посланы грузовики, повышенная проходимость, чтобы можно было доставлять материалы на продукты питания в те места, которые пока еще подтоплены. Записаться в волонтеры можно по телефону горячей линии 72-45-00. Волонтеры будут помогать жителям в уборке города, восстановлении зданий и инфраструктуры. Уже больше 9 тысяч волокжан присоединились к мобилизации по уборке Вологды. Напомним, усилить работу по наведению порядка в областной столице призвал глава Вологды Евгений Шулепов две недели назад. За это время с улицы областной столицы вывезено 800 тонн мусора. К субботникам присоединилась и Алена Закатаева. Особое внимание приладковым зонам. За зиму здесь скопились грязь и песок, которые сейчас и убирают в Вологжане. Скидывать эту смесь на газоны нельзя. По большей части это реагенты, которыми посыпались дороги в гололедицу. Все вывозится на свалку. Зона уборки – улица Галкинская. Привести в порядок этот участок вышли сотрудники администрации города. Мы вышли с большой радостью на субботник. Мы призываем всех присоединиться к нам, потому что кто сделает этот город чище, как не мы. Ну и хотелось бы сказать еще после этой уборки, пришла такая мысль, чисто не там, где прибирают, а там, где не сорят. Поэтому мы призываем не сорить. Вместе со всеми приводит город в порядок и глава областной столицы Евгений Шулепов. Почти две недели назад он потребовал мобилизовать все силы и ресурсы для уборки города. С того момента к субботникам присоединились чиновники различной ведомства и службы, предприятий и учреждения Вологды. Более 9 тысяч вологжан принял участие в уборке города. Вывезено более 800 тонн мусора. Работа продолжается. Я призываю наш бизнес принять еще более активное участие в этой работе, потому что недоделок еще очень много. И мусора еще много на улицах. И, конечно, надо привести витрины и фасады в порядок после зимы. Мыть фасады и витрины представители бизнеса уже начали, но пока в основном в центре города. Сейчас к этой работе присоединяются и торговые точки в микрорайонах. Ну а самыми активными участниками субботников стала молодежь города. Вологжане даже присоединились к федеральному экологическому квесту «Чистые игры». Наводят порядок, играя и набирая баллы за лучшую уборку. Заявкой служит субботник в любом из районов города – у школы, общежития или в ближайшем парке. На этот раз уборка у реки Содимы в районе улицы Третьего Интернационала. На субботник пришли участники школы молодежно-трудовых бригад и школы волонтера. Почему выбран именно этот участок? Потому что это самое сердце города, и мы бы хотели силами молодежи привести его в порядок. Силы молодежи на уборку брошены немалые. На квест «Чистые игры» заявилось 30 команд. Это около 200 участников. Финальная битва за чистоту пройдет в парке «Мира» 23 апреля – в день общегородского субботника. Всего же на уборку по всему городу выйдут около 20 тысяч человек, судя по количеству заявок. Малакжанам предстоит навести порядок в парках, скверах, аллеях и на берегах рек областной столицы. Алена Закатаева, Михаил Протасов. События дня. В Вологде началась противоклещевая обработка зеленых зон. Специалисты уже обработали особым раствором около 30 гектаров в центральной и заречной части города. Сегодня работы проходили в районе микрорайона ПЗ – на улицах Илюшина, Панкратова, Гагарина, Щетинино, Западное окружное шоссе. Всего в планах на сезон более 700 гектаров. 703 гектара. То есть это все зеленые зоны, парк, скверы и улицы, находящиеся в черте города Вологды. Планы у нас начало с 18 апреля, а заканчивают где-то в середине июня. Опрыскивание проводится там, где уже прошла уборка территорий. Заходить на нее после обработки нельзя в течение двух дней, предупреждают специалисты. Это может вызвать аллергическую реакцию. По истечении этого срока препарат для человека уже не опасен, а на клещей будет действовать еще полтора месяца. Сезон клещевой активности уже начался. В лечебное учреждение Вологды обратились около 30 человек, пострадавших от клещей. 9 из них – дети. Всего в области зарегистрировано 153 случая укусов. Специалисты напоминают, наибольшая активность клещей ожидается в мае-июне, когда установится теплая погода. Поэтому в Вологжан просят быть особо внимательными. Мы продолжим после короткой рекламы. Смотрите во второй части выпуска. Общественные слушания, посвященные рекультивации городской свалки, прошли в областной столице. Решенные инфраструктурные вопросы и новые планы. Жители Бывалого встретились с депутатом Законодательного собрания области Сергеем Варапановым. Крупнейшие события года в тур индустрии. Выставка «Ворота Севера» открывается в Вологде. Это события дня на ТНТ. Мы продолжаем. Экологическое восстановление территорий свалки на улице Мудрово обсуждает Вологде. Так называемые рекультивации и ее воздействия на окружающую среду были посвящены общественные слушания. Эксперты обсуждают различные современные технологии, которые могут быть использованы при восстановлении экологии земель. Какой эффект они произведут, расскажет наш журналист Алена Закатаева. Свалка на улице Мудрово существует уже больше 60 лет. На территории площадью 18 гектар за эти годы скопилось больше 3,5 миллионов кубометров отходов. Сейчас идет подготовка к рекультивации, то есть экологическому восстановлению объекта. Рекультивация выполняется в два этапа. Первый этап – это технический, на котором у нас формируется некое тело полигона. Организуется финальное перекрытие системы сбора тетрад и биогаза, образующих в толще отходов. Второй этап – биологический. Зеленое насаждение. Что дадут эти меры, обсуждалось на вторых по счету общественных слушаниях. Их участниками стали в том числе и зарубежные эксперты. Так, одна из компаний, занимающаяся подготовкой проектных решений, предлагает построить систему сбора свалочного газа, который выделяется в результате разложения отходов. Анализы показывали, что все токсичные, все канцерогенные составляющие, которые присутствуют в свалочном газе, они после обезвреживания в высокотемперативной факторе, они полностью отсутствуют. Поэтому, можно сказать, и подтверждается западным опытом, конечно, многолетним. Вредных эмиссий от этой свалки уже не будет. Минимизировать влияние на атмосферу, почву и водные объекты позволит и строительство системы сбора и очистки фильтрата, который также выделяется при разложении отходов. В флоре и фауне окрестных территорий рекультивация тоже пойдет на пользу. Рекультивация – это крайне назревший момент. Никакой опасности по влиянию на окрестную флору не существует. Заселяющие в свалку некоторые агрессивные виды, можно наоборот предусмотреть некоторые механизмы и способы борьбы с этими растениями. Речь идет в том числе и о ядовитых видах растений, например, борщевике. По оценке экспертов, рекультивация свалки на улице Мудрово принесет только плюсы с точки зрения экологии. Все эти данные и предложения направят для рассмотрения на федеральном уровне. Источниками финансирования, как могут быть федеральные проекты, существуют такие федеральные программы, как ликвидация накопленного экологического ущерба, куда город Вологда и будет пытаться попасть в данные проектные документации. Когда ответ из федерального центра будет получен, можно будет говорить о конкретных сроках проведения экологической экспертизы и начала работ по рекультивации. Алена Закатаева, Максим Тышковец, События дня. Конструктивный диалог. Депутат Законодательного собрания Вологодской области Сергей Варапанов встретился с жителями микрорайона Бывалова и подвел итоги совместной работы за последние годы. За это время за помощью к парламентарию обратились более ста человек. Решен был и ряд инфраструктурных вопросов. Подробности далее. Удалось совместно с городской администрацией решить очень много таких крупных инфраструктурных проектов. Вы, наверное, знаете, что это и стадион «Локомотив», это и построено в нашем микрорайоне новый садик. Вы знаете, что у нас отремонтирована улица Применина, ну и еще ряд дворов в нашем микрорайоне. Конструктивный диалог выстроен и по взаимодействию с ТОС Бывалова, председателем которого выбрали именно Сергея Варапанова. На сегодня это одно из самых крупных территориальных общественных самоуправлений в областной столице. Серьезно активисты подошли к составлению комплексных планов развития территории. Большинство предложений одобрены как ассоциацией ТОС-города, так и депутатами и городскими властями. Задача ассоциаций, задача, соответственно, и депутатов – отстаивать те предложения, которые сказали жители, активисты ТОСа. Это в первую очередь ремонты дворов, ремонт Пашихонского шоссе, подъезды, подходы к школам. Затем это обустройство пешеходных переходов на улице Ярославской и обустройство территории рядом с аптекой на Ярославской 23. Планируется, что все это будет воплощено в жизнь уже в этом году. Депутаты совместно с городскими властями всегда готовы выслушать и другие предложения. Общими усилиями могут быть реализованы любые задачи. Мария Поздеева, Денис Терин, События дня. Вологодский туроператоры планируют сотрудничать с представителями туриндустрии Черноморского побережья Крыма. Информационный тур пройдет в конце апреля. Деловую поездку организует администрация района Республики Крым совместно с администрацией Вологды с целью дальнейшего сотрудничества. Представители туриндустрии Вологды смогут познакомиться с инфраструктурой Черноморского района, посетить экскурсию по побережью с целебными озерами, историко-археологический музей-заповедник, красивые и уникальные места Тарханкутского побережья, дельфинарий на Большом Атлеше, а также заповедное урочище Джангуль. Также участникам будет презентован спортивно-оздоровительный и экологический тур «Золотое кольцо» Тарханкута. Итогом должны стать конкретные договоренности о возможности сотрудничества между городами и, конечно, интересные предложения для валахжан, которые смогут выбрать варианты отдыха на Черноморском побережье Крыма уже в этом году. И в продолжении темы. Завтра в Володе стартует одно из важнейших событий года в сфере туриндустрии. 15-я межрегиональная выставка индустрии туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» начнет работу в Русском доме. Она продлится два дня. Главной темой в этом году станет реализация межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России». Крупным событием в выставке станет первый съезд туроператоров. Участниками станут руководители и представители Федерального агентства по туризму Российского союза туристской индустрии, Ассоциации туроператоров российских туркомпаний. Напомню, ежегодно выставка «Ворота Севера» объединяет лучшие разработки региона в сфере туристского сервиса и гостеприимства. В этом году экспозиция будет включать стенды турпредставителей из 11 регионов Северо-Запада.